Техническое состояние всех гидрантов проверяют два раза в год, весной и осенью. Специальная комиссия уже обследовала более 200 пожарных гидрантов, поэтому нынешний рейд прошел по самым проблемным местам. Первый адрес – улица Пионеров. Если взять в частности улицу Пионеров, то здесь в советские времена, согласно правилам противопожарной защиты района, находилось 4 гидранта. Теперь остался один. Весь мыс можно отнести как к маловодному району. И не раз были случаи, что в процессе тушения и нехватки воды происходило распространение пламени на соседние дома. Пруд на Малом Мысу не гарантирует забор воды. Для этого нужны специальные подъезды для пожарных автомобилей. Быстро потушить огонь в частном секторе поможет наличие исправных пожарных гидрантов. Однако во время рейда некоторые из них имели недочеты. Если разобрать этот пожарный гидрант, в частности, требуется обновление конуса. Его нужно покрасить. Табличка указателя должна быть с информацией, что это за гидрант, на какой линии находится тупиковый кольцевой, его номер порядковый. И должна быть информация, кто собственник или обслуживающая организация на данном объекте, так скажем, пожарном гидранте. Даже те гидранты, которые рабочие, есть проблема. Очень много где нет конусов, нет информационных табличек, нет на них указателей ориентирования. Это очень сложно будет для пожарных при тушении пожара. Согласно данным комиссии, пожарный гидрант, расположенный возле авиаметаллургического техникума, исправен. Однако отыскать его местоположение проблематично. Вот табличка есть размеры. 13 метров мы идем по стрелке и потом прямо 27 метров. Если мы сделаем эти действия, то мы подойдем не к пожарному гидранту, а к канализационному люку. Привязка неправильно сделана. Образцово-показательный гидрант члены комиссии нашли у дома 58 по улице Володарского. У него есть и табличка, и конус, и вода нужного напора. Пожарная полонка для забора воды. В мае мы прошли около 268 объектов. Это включая деревни Северная, деревни Никитина. Были выявлены рабочие и нерабочие, которые мы сейчас подготавливаем в реестр. Потом будет подан общий список в администрацию. Особое место в этом списке займет гидрант по улице Свердлова. Пожарному расчету сразу найти его не получится. Он находится за забором частного дома. Пожарный гидрант находится на территории частного дома. Видимо, вынесли забор сами, увеличили свою территорию, и доступа к пожарному гидранту нет. Притом мы при проверке достучались, нам открыли, но доступа нам не разрешили из-за того, что у них очень большая собака. Хозяин дома Валерий Савин от общения с представительной комиссией не отказывался. Оказалось, что один пожарный гидрант находится на вашей территории. Вот можно узнать, каким образом он оказался на вашей личной территории? Тут был деревянный забор. Это я уже тут по факту, вот как есть, а так и поставил. Я за ним, в принципе, кому только не звоню, и в пожарную службу звоню. Никому дела до этого нет. До чего нет дела? До гидранта, до самого гидранта. Как нет дела? У нас сотрудники два раза в год проезжают. Я вам еще раз говорю, меня раз пять, я могу вам, соседи, мне подтвердят. Две недели назад приезжали. Приезжали, да, я не смог вам, я сказал, я собаку не могу удержать, у меня с ногой. А если пожар будет, да? Был пожар, я вам объясню. Не помню, вот, какой-то дом горел. Нет, погодите. Я освобожу вам место, дело не в том. Какой вопрос? Вы думаете, мне тебе два метра нужны, что ли? Освободите, конечно. Конечно, освобожу, меньше проблем будет. Так вы понимаете, вы из года, из года в год, вы приезжаете, приезжаете. Хоть раз вы его, какую-то, либо профилактику, либо что, вы что-то сделали, нет. А как сделать, если туда не понимаете? Погодите, это первый год только получилось, вот в этом году только получилось, я собаку. У меня собака, год всего собака, у меня собаки вообще не было. И я был здоровым. Не было, не было. А? Забор был, я вам говорю, вот штакетник вот такой стоял, вот где уже сейчас, вот такой штакетник стоял у меня. Мужчина, на данный момент вы либо обманываете, либо немножко. Я сейчас собаку уберу, пойдемте, смотрите. Нет, пойдемте, я ничего против не имею. У нас было написано в документах, что в том году также доступа не было. Возможно, присутствие съемочной группы повлияло на решение хозяина пустить членов комиссии во двор, чтобы они удостоверились наличии пожарного гидранта за забором. Для вскрытия колодца слесарю службы водоснабжения УЖГХ Владимиру Решетову понадобилось несколько минут. Вот, если разобрать на примере данный гидрант, то мы сразу же видим основное нарушение. Это врезка летнего водопровода, что категорически запрещено. Данный пожарный гидрант наклонен к стенке колодца. У нас нет технической возможности накрутить, так как пожарная колонка, она имеет свою немаленькую толщину алюминия, она у нас упрется. И это все наискось. Уже мы даже не сможем навернуть пожарную колонку. Ну, сразу же видно, что спускник не работает, лючка прикрывающего, стояк нету. Был завален, как многие гидранты, землей, встречаются из-за асфальтированной пожарной гидранты. Ну, допуск к нему, конечно, есть. Ворота откроешь, рукава хватит. Но это, опять же, нужно, чтобы хозяин был дома. Мы самовольно не сможем тут выдрать забор, где-то там ключи искать. Теперь хозяину дома придется искать способ переноса забора, чтобы освободить доступ к пожарному гидранту. По результатам рейда отдел надзорной деятельности подготовит предписание об устранении неисправностей пожарных гидрантов и передаст в администрацию городского округа, чтобы уже там сформулировали план необходимых мероприятий по приведению в порядок всех гидрантов. После этого Дума Верхнесалдинского городского округа сможет выделить средства из местного бюджета на ремонт всех пожарных гидрантов.